Всем здрасте! Сегодня я буду печатать вот из этого замечательного материала под названием пенополистирол В простонародье пенопласт, но это всего лишь испытание, я не знаю получится ли печать из данного материала Пенополистирол я буду плавить простым строительным феном Можно придумать много станков для получения полуфабриката Например горячий шкаф, который по конвейерной ленте движется пенопласт На выходе уже можно получить материал в 20 раз меньше первоначального и готового для дальнейшей переработки или плавки Или поворотный нагретый цилиндр, где при загрузке пенопласта, соприкасаясь с горячими стенками, он будет уменьшаться в размерах и покидать барабан через мелкие отверстия А пока воспользуемся строительным феном В плавлении любого пластика выделяются опасные ядовитые газы Например, пенопласт выделяет газ стирол Если вы захотите повторить печать пенопластом, то обязательно пользуйтесь средствами защиты и очень хорошо вентилируйте помещение Вот из такого куска пенопласта мы получили вот такой для сравнения Усадка почти в 20 раз Что-то мне не нравится какой запах выделяется при плавке пенопласта Лишь бы был он не ядовитый. Наверное, я перемещусь в более большое помещение под названием X Давайте прогуляемся Это у вас тепло, а я живу на крайнем севере и здесь всегда дуба Здесь и места побольше и воздух вентилируется Давайте убивать пенопласт На первый раз думаю достаточно будем плавить Обязательно защита без нее никак В общем, из такого объема пенопласта получилось не так уж и мало Бегом в мастерскую Забавный материал получился Чем-то похоже на стекло Теперь надо как-то его измельчить для загрузки в экструдер Нет, это тоже не вариант. Материал разлетается как стекло Попробуем сделать самодельный миксер Вот такой вот миксер Нет, все равно крупно. Надо более мелко измельчать материал Для этого скорее всего нужен шрёдер 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 Буржуи как придумать слово Короче для этого нужен измельчитель Отверстие в измельчителе оказалось слишком узким Придется еще поработать феном Ну все, плюшек мы накатали Давайте попробуем измельчить Полуфабрикат измельчился отлично в мелкую крошку Умеют немцы делать аппараты Но я думаю, что уже пора ставить экструдер И давить пруток Ну а экструдить мы будем сегодня на этом китайском станке Конечно полное И хотелось бы самодельный станок У меня уже есть шабашки на него Редуктор, шаговый двигатель Все нагревательные элементы Но к сожалению в моей мини мастерской я не могу заниматься работой по железу Может кто-нибудь из моих немногочисленных зрителей возьмется мне сделать железную часть станка Но сейчас мы запустим экструдер и попробуем выдавить немного прутка Все классно, проток плавится, надо ставить станок охлаждения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На мой взгляд такое охлаждение более интересное чем вентилятор Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте тянуть от вам печатать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно добавить другие пластики Без пенопласта Вот они первые 10 метров прутка Станок еще работает Напечатаем наш тестовый диск Попробуем печатать первую модель Как обычно, первая печать неудачна Сейчас сделаем волшебную жидкость Попробуем по новой Модель получилась идеальная Соответствует всем заданным размерам Деталь получилась как и заявлено в слайсере 20мм на 10мм Почти отклонений нет Напоследок я напечатаю что-нибудь работающее Какой-нибудь примитивный механизм Например редуктор Забыл сказать что печатать можно и на холодном столе Это большой плюс для данного материала Что-то изображается В какой-то момент В ДВЕРЬ Точно Вот такой механизм получился из пенопласта. Как вам поставить пальцы или так вообще все равно. Главное идеи, пожелания, замечания в комментариях. На сегодня все. До встречи!